Здравствуйте! В эфире передача РУСПОСТИМЕС на кухне и я, ее ведущий, Сергей Метлев. Сегодня у нас в гостях вице-мэр Таллина по вопросам образования Алексей Яшин. Привет! Добрый день! Начнем с самого актуального. Сейчас многие семьи готовятся к тому, что их дети в первых и четвертых классах приступят к обучению в школе уже на эстонском языке, полностью на эстонском языке. Переход начался. Я бы хотел несколько вопросов тебе задать в ключе страхов родителей. И было бы неплохо, если бы ты в качестве ответственного вице-мэра прокомментировал бы коротко и понятно. Эти страхи довольно легко зафиксировать. Они и в социальных сетях, об этом говорят на улицах, много всего. Первое. Что же будет в ситуации, когда так много учителей были вынуждены покинуть школы из-за того, что они не соответствуют требованиям о владении эстонского языка? Кто будет учить детей? Начнем с того, что после решения правительства конца июля, которое продлило возможность работать учителям в классах, которые еще не переходят на эстонский, это второй, третий, пятый-девятый, преподают еще на русском или на иностранном языке, отличным от эстонского. Более сотни учителей в Таллине осталось на работе. И это, собственно, закрыло проблему того, что у нас нет предметников на русском языке на будущий учебный год. Ну и наша цель, конечно, в Таллине, чтобы они учили язык дальше, шли на следующий экзамен, курсы будут оформлены и город поддержит. Но вот главное, чтобы они вот этот B2 сдали на следующий год и посмотрим, сколько из них смогут остаться через год работать. Но это закрыло большую часть проблемы. Ну и второе, у нас вот сейчас, сколько, 10 дней до 1 сентября, до начала нового учебного года. И ситуация такова, что можно сказать, что Таллина нашел всех учителей в начале класса. Для первых и четвертых классов. Это значит, что в тех классах, где переход еще не начался, то есть мы же говорим в контексте основной школы, то есть 9 классов, о шестилетнем периоде перехода, правильно, постоянно еще на один год, еще на один год, покрытие с тунноязычным образованием. То есть те учителя, которые по разным причинам еще не овладели C1, чтобы преподавать на эстонском языке, они как бы могут передвигаться все дальше и дальше, как бы пока не встретят стенку, грубо говоря. Или пока не сдадут на категорию и не будут готовы преподавать на эстонском языке. Но, скажем так, что и нагрузка будет тоже уменьшаться. Если вот с 25-го, 26-го учебного года ситуация будет такова, что в пятых уже предметы на русском языке не преподаешь, потом уже в шестых не преподаешь, и все-таки спрос на учителей, которые преподают только на русском языке, он сойдет на нет, ну даже быстрее, чем за 6 лет. То есть мотивация все-таки, ну вот, достичь B2 к августу следующего года, она очевидна, потому что те, кто не были на B1, они получили уведомления и покинули свои посты, или ушли по собственному желанию. Следующий этап — это те, кто B2, они получат к следующему августу. Но я думаю, что для всех понятно, что с какого-то момента в конкретных классах, где учитель работает, там начнется работа на эстонском, и, собственно, либо мы ищем новых педагогов, либо те, которые имеются, все-таки сдадут на категорию, попытаются или освоят методику, будут преподавать. Мы, конечно, ставим ставки в Таллине на имеющихся педагогов, нам в контексте нехватки учителей, в контексте выгорания учителей, слишком большой нагрузки, мы постоянно говорим о зарплатах учителей. Конечно, нужно за каждого кадра бороться. Я знаю, что разные ситуации есть в садах и в школах, кто-то борется меньше, кто-то борется больше, но посыл власти города Таллина, что мы боремся за каждого, каждого направляем на курсы и все-таки ждем, что они с нами продолжат. Еще важный момент. На самом деле иногда не очень понятно, какие глобальные, скажем так, фундаментальные цели преследует переход, потому что есть такое бытующее мнение, что хорошо, погружение – прекрасно, больше эстонского языка как предмета – прекрасно, но подчас мы видим, например, как учителя реагируют на возможное увольнение или уже на свершившееся увольнение. Примерно следующими фразами. Много лет в школе, человек достиг хорошего профессионального уровня, по своему собственному мнению, хороший педагог, и тут вдруг как будто снег на голову, спускается эстонное личное образование, человек должен покинуть систему. То есть для чего вся эта ломка на самом деле необходима? Это не очень понятно. Ну, тут два момента. Во-первых, у нас политикам нравится говорить, чтобы дать более хорошие возможности для детей или для молодежи. После этого в университетах эстонских, которые на самом деле в мировом уровне очень хорошие, особенно в Тарту, особенно в Талтех и так далее. И на рынке труда, понятно, исходя из этого, все-таки у нас русскоязычные люди зарабатывают, насколько я помню, на 18% меньше эстоноязычных, а если знают эстонские, то столько же, сколько эстонцы. И это один момент. Второй, конечно, это никуда не ушла концепция единой школы Эстонии. То есть через шесть лет хотелось бы видеть, чтобы большинство бывших русских школ, или сейчас мы называем их школами Перехода, смешивались все-таки, чтобы дети были из эстоноязычных семей, из новые приезжие, из этих семей, русскоязычных семей. Собственно, вот у нас четыре школы в Таллине, такие уже есть, где примерно половина иноязычных детей в эстонских школах, два властные, одна в Хаберсе, одна в Пыхе-Таллине, и хотелось бы, чтобы этих школ было больше. Ну и вот нынешняя мэрия в Таллине, конечно, смотрит за тем, как приманить в сильные школы Перехода в будущие годы, в 25-26 годы и так далее, ребят из эстонских семей. Это один момент. Второй момент, ну не совсем верно, что учителя десятками лет работали, и, собственно, освоили тот уровень, по своему мнению, который является там перфектным или очень хорошим, и можно так преподавать еще 20 лет, допустим. Дело не только в реформе языковой. У нас обновляются и программы учебные. Недавно вот государственные программы были обновлены по многим предметам. Туда добавляются новые цели, новые методы, новые способы преподавания. И на самом деле методика или вот эти самые цели и программы, это очень хорошая, очень современная, очень прогрессивная, расценивает рынок труда очень правильно, но не до всех школ, не до всех классов учителей эта методика и программа дошла. По сути, цель учителя или задача учителя основная и зауча школы, и директора школы, чтобы вот все эти новшества, которые в образовании появляются, они все-таки до классов и до детей доходили. Закономерный вопрос. Ну вот вчера, 20 августа, Эстония отметила 33 года с момента восстановления независимости. И по сути, все эти 33 года эта тема перехода на эстонское языкопучение медленно мариновалась в правительственных кабинетах и на городском уровне даже. Ну в тайне долгое время, на самом деле, городские власти в принципе не считали, что это важная для них тема. И таким образом мы как будто бы потеряли 33 года. Это огромное время, целое поколение выросло в Эстонии. Не секрет ни для кого, что более половины выпускников нынешних русскоязычных школ не владеют эстонским языком, которые позволят им в этой стране не то, чтобы достигнуть успеха, но сориентироваться хотим как гражданин. Кто виноват? На кого мы должны показать пальцем, что теперь это приходится делать в таком довольно-таки, ну все-таки довольно-таки быстром режиме. 33 года потеряно. Ну я придерживаюсь такого мнения, что сейчас уже нет смысла искать виноватых. У нас хватает работы и хватает целей, которые нужно достичь, чтобы сконцентрироваться на этом и не тратить свое время на поиск и споры виноватых. Но я бы сказал, что по инициативе директоров школ и садов на самом деле уже 20 лет и то и больше методики погружения, методика одновременного преподавания языка и предмета, ну которую мы привыкли называть погружением, они у нас в 13 школах из 20 присутствуют. И собственно, потому что директора хотели это сделать намного раньше, чем правительство или городская власть приказала. Поэтому там и учителя уже имеются, и учителя с завучами владеют методикой соответствующей. И там сейчас проблем с переходом, по большому счету, можно сказать, что нет. И в других учреждениях, в меньшинстве на Сталине, директоров не было, которые хотели инициативно начать преподавать по новой методике, там больше эстонского языка не только на уроках эстонского, но и в целом. И, собственно, ни местные власти, ни те директора это не продвигали. И там вот сейчас проблема самая большая. То есть, по сути, местные власти и эти директора подставили, можно сказать, детей и семьи, которые там ходят. А те, кто начали готовиться в начале 2000-х, в 2010-м году и после, там ситуация другая. И, собственно, этих директоров можно похвалить. Я знаю, что два директора таллинских получила в свое время награду от президента за такую образовательную инициативу. Но я опять же хотел бы сказать, что это уважение. Вот, допустим, назову имя Татьяна Лютер, директор моей школы, где я выпускник, 52-я, мустамятская, гуманитарная. В начале 2000-х вы уже поняли, что детям, семьям на самом деле это нужно, спрос есть. И, собственно, сейчас у этой школы проблем с переходом нет. Но будем честными. Порой это еще и имеет отношение к тому, кто в администрации, кто директор. Да. Как это относится к ситуации? Ну, это видно невооруженным глазом. Некоторые школы действительно очень активно ведут деятельность по привлечению новых учителей, которые владеют эстонским языком. Есть директора, которые активно ищут, собственно, эстонцев, носителей языка в свою школу. Конечно, это непросто, потому что далеко не все носители языка хотят преподавать в сложной обстановке, где у детей родной язык русский. Но, тем не менее, некоторые школы просто прячут эти объявления на своем сайте и поднимают потом лапки, говоря, что мы не можем никого найти. И почему в Таллине до сих пор мы видим некоторые школы, где директора на самом деле, ну, не то чтобы саботируют, но как будто бы не умеют вообще делать работу по привлечению новых работников? За четыре месяца в должности я не нашел в школах ни одного директора, который бы саботировал этот процесс. Действительно, есть те, которые занимались брендингом школы, занимались тем, что информация от администрации в коллективе двигается, если не на эстонском, то, по крайней мере, на эстонском и на русском, что все коллеги понимают, что происходит. А если кандидат, носитель эстонского, приходит в школу и понимает, что ситуация такова, что не двигается информация на эстонском языке, он не понимает, что происходит, каковы собрания, какие цели, учреждения и так далее. Но это, конечно, среда, где молодые эстоноязычные специалисты не хотят просто работать, и ответственность, конечно, висит на руководителе. Но сейчас у нас... Это потому, что эти школы просто слишком консервативные? Это потому, что эти школы сами внутренне, на самом деле, не хотят, чтобы приходили носители языковых средок? Или что? Ну, я думаю, что к этому моменту уже хотят и очень стараются, но просто в некоторых школах чуть-чуть поздно. На самом деле, процесс перехода на эстонский язык, как мы тут обсудили, будет проходить 6 лет, поэтому еще не поздно, на самом деле, там, ко второму-третьему году спохватиться, сделать ребрендинг, сделать изменение каких-то рабочих рутин и потоков в школе, еще не поздно. Если кто-то из директоров серьезно не справляется и считает, что это просто, как говорят англичане или американцы, «business as usual», ну, ситуация немножко изменилась, но там не верят, что эта реформа особенно кому-то нужна, город Таллин готов очень серьезно ставить перед такими руководителями вопрос о их профприводности? В 20 школах перехода сейчас такой вопрос не стоит ни в одной школе. Ни саду, ни в одной. Все молодцы. Но, и мы это увидим, собственно, 1 сентября, когда увидим ситуацию по нашли ли всех учителей или нет, как город помог, как руководители поднапряглись, ну и, конечно, что там дальше будет по поводу того, как учебный процесс проходит, но это уже вопрос процесса, он очень профессиональный и методический. А вот если мы говорим про детские сады, у нас вот 45 садов перехода, и у нас ситуация где-то в шести садах из 45 шла очень натянута и очень трудно. Где-то только что сменился руководитель или стоял заместитель обязанностей, и он, собственно, очень старался, какие-то первые результаты были, но недостаточно еще. Но к ним вопросов, собственно, нет, они только, так сказать, разгоняются в управлении. Были вот моменты с некоторыми руководителями, где вот процесс не идет, директор сада приходит вот к вице-мэру и к департаменту образования, говорит, что ситуация такова, столько учителей не хватает, и спрашивает у города, а каков план? Пусть город прикажет или скажет, что делать? Кстати, между прочим, насчет вот город прикажет, скажет. Если слушать, например, оппозиционных политиков на уровне Таллина о Центрической партии, то там часто звучит такой лейтмотив, что все должно решить или государство, министерство образования отвечает, или же, условно говоря, вице-мэр Яшин лично. То есть такое ощущение, что на самом деле вот этот дефицит ответственности говорит о том, что твое утверждение о том, что никакого саботажа нет, якобы все-таки не совсем правда. Я бы закончил эту мысль с руководителя детсадов и перейду к этому. И вот когда руководитель приходит и говорит, а что город советует мне делать или приказывает делать в моем учреждении, то, извините, наша обратная связь такова, что ты руководитель, мы даем деньги, мы даем дополнительные ресурсы, мы даем все возможное. Вот помощь в вербовке у нас, два специалиста в департаменте. И, пожалуйста, воплощайте, а если не воплощаете, то дайте дорогу более компетентным, более собранным и так далее руководителям. У нас двое директоров сейчас вот по похожей причине уже по договоренности двух сторон отправились на другие должности или кто на пенсию, кто куда. И на самом деле еще с парой руководителей в этот вопрос стоит, процесс идет. С точки зрения спокойствия работы в коллективе, не буду сейчас называть эти учреждения, но в садах этот вопрос, конечно, стоит в парах. Поясни, пожалуйста. Первый, четвертый класс — это в школах. Мы понимаем переход с нового учебного года в детских садах. Что именно происходит там? В детских садах происходит то, что, ну, как мы сказали, что мы не нашли во все сады перехода по два учителя и одному помощнику учителя, чтобы начать этот учебный год в каждой группе сада перехода в городе Таллине. Поэтому город был вынужден перейти в большинстве учреждений на систему 1 плюс 2, то есть один учитель, там, носитель эстонского или с С1, и те, кто помощники учителей, и с них нет спроса вот этого уровня С1. Тут возникает вопрос, а если в коллективе, там, те, кто руководят процессом, взрослые педагоги, и вот только один учитель, носитель или вот создает эту среду, будет ли эстоноязычная среда? Я могу сказать, что к первому сентябрю в каждом саду города Таллин не будет. Поэтому мы направим туда коллег из департамента образования, из дома учителя, которые посмотрят, поставят диагноз, так сказать, что в учреждении происходит, дадим советы руководителю. Скорее всего, эти советы будут таковы, что, ну, не репрессивные, а поддерживающие советы, и там дальше посмотрим. Но нужно будет понять, что происходит. С точки зрения именно ребенка, то есть, учитывая, что в детском саду нет так называемых классов. Это переход сразу на всех детей распространяется, которые в любой из групп возрастных находятся в детском саде. Верно, но если мы говорим о том, что есть ясельные группы от полтора года до трех лет, конечно, образовательные, образовательного процесса там, насколько я знаю, практически нет. Начиная с трех? Да, но вот начиная с трех, конечно, уже методически и с точки зрения языка, на котором работа идет, это уже стоит более острый вопрос. То есть, все всевозможные игры развивающие и так далее, они просто все должны проходить на эстонском языке? Верно. Если это педагогическая деятельность или действенность связанная там, если, опять же, помощник учителя, с которого нету спроса C1, и, насколько я знаю, то в трудовом договоре не прописано, что они должны всегда говорить на эстонском языке с детьми, но это не касается образовательных игр, каких-то преподавательных моментов, а вот все, что вне этого процесса, там, собственно, русский язык или другой язык, он как бы проложится. Но в идеале, и не в идеале наша цель, что, во-первых, эти люди, которые пошли в статус помощника учителя, они, конечно, в какой-то момент сдадут экзамен, перейдут в статус учителя, с этим у них обязанность проводить образовательный процесс на эстонском языке. Ну, либо если мы не найдем такой возможности, что люди задают и становятся учителями, то, конечно, мы продолжаем искать новые кадры в наши детсады также. Будем честными, ведь многие школы, скорее всего, я говорю теперь опять про школу, не про детские сады, по крайней мере, в первом этапе перехода. Ведь образование будет, скорее всего, на двух языках даваться. Я говорю сейчас про действительность этой грешной земли. Одно дело, что написано в законе, но ты признаешь, что на самом деле оно будет двуязычным? Я думаю, что когда мои коллеги из департамента и дома эстонского языка, из института эстонского языка или департамента языка, вот Ильмар Томас, который ходит, пугает, нас, на самом деле, поддерживает тоже. Так пугает или поддерживает? Кому-то кажется, что пугает, но на самом деле он поддерживает, конечно, директоров, место самоуправления и так далее. Человек исполняется законно и, конечно, для важных целей и так далее. И я уверен, что там будет. Мы узнаем, что в двух, трех, четырех учреждениях ситуация такова, что там материал на эстонском, на самом деле, процесс идет на русском. Нам самое главное вовремя зафиксировать этот момент, узнать, насколько большой объем этой проблемы, в каких учреждениях, в каких классах, и что мы можем предпринять и так далее. Потому что самая большая проблема, что у нас 10 лет назад была, 60 на 40 в гимназиях, что закон приказал... Во многом осталось на бумаге. Во многом осталось на бумаге. И я сам был на некоторых... Я сидел еще в гимназии в то время, когда закон приняли. Там презентация или учебник, он действительно нам дается на эстонском, но учитель пропадает на русском языке. Насколько я понимаю, что модель такова, что все, что на бумаге, электронно или на настоящей бумаге, все на эстонском языке, включая какие-то работы, да, а в реальности устно в классе говорят только на русском. Ну да, такие ситуации были. Вот опять же, нам нужно как можно раньше узнать, что такая ситуация, где, в скольких учреждениях и что мы делаем дальше. Но, с другой стороны, на первичном этапе, особенно если мы говорим о том, что преподаватель еще не сориентировался, имеет C1 категорию, но еще не сориентировался, да, в особенности преподавания на эстонском языке, если он будет вспомогательным образом использовать русский язык, это не проблема. Ну, на самом деле методика исключает. Если нужно, чтобы кто-то поговорил с ребенком на родном языке, допустим, опорный специалист, логопед или там спецпедагог или так далее, то учитель, собственно, зовет этого специалиста, и вот с ребенком занимаются отдельно. Но методика, даже если, допустим, учитель не сориентировался в плане, как составлять задание так, чтобы эту тему преподнести, то уж лучше преподнести это не идеальным способом, но так, как умеется. Но вот методика гласит, что самый плохой вариант — это переходить на другой язык. Важный вопрос. Видно, что в свете перехода постоянно растет количество родителей с русским родным языком, которые предпочитают миновать вообще всю эту кухню перехода, и сразу своего ребеночка направить в обычную эстонскую школу. Властами видно, что в нескольких школах уже 50 плюс процентов — это на самом деле дети с родным русским. Это вызывает, с одной стороны, тревогу у эстонозидичных родителей, для которых очень важно, чтобы среда была чистой эстонской. А с другой стороны, возникает вопрос, будет ли там ребенок действительно находиться в чистой эстоноязычной среде, как подразумевается, ведь школа-то эстонская. Короче говоря, это вопрос во многом ласномэ, во многом ласномэ, немножко ядовирума, но об этом мы сегодня говорим. Ты не вице-мэр нарвский, все-таки таллинский. Так вот, что Таллинн делает в этом ключе, чтобы удовлетворить растущий интерес на чистое эстоноязычное образование в обычной эстонской школе? Да, подтвержу, что такой интерес есть, но он не массовый. Этот интерес не начался в этом году из-за перехода. Это тенденция уже 5-6 лет, и мы за этим наблюдаем. И, собственно, школы с этой ситуацией справляются. Но вот возьмем, к примеру, властами школы Лагна, школы Куристику, эстонские школы, где действительно уже больше 50% эстоноязычных детей. И, ну, образование или вот уроки там организованы таким способом, что дети тестируются, детей уже приняли в школу, и тестируется уровень. Кто там знает на уровне родного, ну, допустим, двуязычные дети из двуязычных семей или ходил в эстонский сад, уже хорошо знают, тогда они могут учиться вместе с эстонцами. И вот вторая группа, где уровень эстонского посредственный или даже близок к нулю. И, собственно, там в одном классе урок эстонского как родной, в другом классе это урок эстонского как второй. Или даже там на три уровня разделены на три группы. И потом к четвертому классу или к пятому и шестому эти классы, эти дети объединяются, и они учатся дальше вместе. Это вот до сих пор, как эта система работала. Но если мы подойдем к ситуации, где у нас там 75% иноязычных, уже там значительно больше половины, то это может не сработать. И мы, конечно, город тут выделяет деньги в зарплатный фонд школ по количеству иноязычных детей. Поэтому та же самая лагна и куристику тоже получают на отбавки. Такое ощущение, что нужно просто гораздо больше места, чем эти школы могут предложить, конкретно в Лос-Наме. И вот конкретно в Лос-Наме у нас сейчас план еще предыдущего ЦМР. Искал место для новой школы в Лос-Наме Андрея Канта. И, собственно, этот план никуда не делся. Мы в мэрии его обсуждаем. Сейчас у нас будет процесс обсуждения бюджета и стратегии бюджета на будущие годы. И я предвижу, что школа новая, совершенно новая, эстонская школа, которая будет укомплектована и с эстонскими детьми, и с русскоязычных семей. Она с большой долей вероятности будет. Лос-Наме, да, будет. И туда мы постараемся собрать вот тех детей, чтобы не слишком много шло влаг на куристику. Вот, пожалуйста, еще одна эстонская школа, совсем новая. Поясни, сколько там будет места и к какому году город собирается ее открыть? Ну, самый позитивный прогноз и реалистичный, это к 27-му году, то есть через три года с нынешнего момента. И мест там будет при полной укомплектованности 864. Это основная школа с первого по девятый, и это четыре параллели, получается. Ну вот, сейчас мы присматриваем местоположение для этой школы на границе Спирита. И вот в начале Лос-Наме, что даст возможность вот из Спирита предложить место для эстоноязычных ребят. Ну, конечно, вопрос там соединения, там сколько автобусов ездит, тоже актуален, но это вопрос уже к другому весу. Если ребенок, например, не знаю, по результатам четвертого класса, или который хочет перейти в гимназию, стучится в обычную таллинскую известную эстонскую школу, ну, например, я не знаю, там английский колледж, или, может быть, я не знаю, почему нет в Мустаме там арта гимназиум, да, и эстонский язык как бы, ну, на нормальном уровне, ребенок может общаться, конечно, не идеально, да, его возьмут. Мы говорим про гимназию или про... Мы говорим и про гимназию, и про основную школу. В общем, иногда доносятся все-таки такие, ну, ну, что мнение, может быть, конкретно даже есть случаи, когда ребенка не принимают в эстонскую школу, хотя родители очень хочут, и там возникает что? Возникает ожесточение и возникает разочарование. Все правильно. У нас ситуации разные, будь то с гимназиями, будь то с первым классом, все внимание вот на первых классах. Но если мы говорим про элитные школы центра города, ну, так называемые элитные, то в тот же самый английский колледж и эстонские детей всех не берут, потому что там отбирают по результатам тестов. Если мы говорим про обычную эстонскую школу, не селективную или элитную... Возьмем не элитную, а вообще итальянскую школу. Да, да. То в таком случае, конечно, и конституция, и прочие законы, конечно, говорят, что если есть желание учиться на эстонском вот в этой школе, и эта школа, она ближайшая или одна из ближайших к месту проживания семьи или ребенка, то обязанность взять этого ребенка, и если директор говорит, что вот не берем из-за знаний эстонского, а не из-за, что вы живете в другом районе на самом деле, то это, конечно, нарушение закона, и мы вот в этом году смотрели особенно тщательно за этими моментами. Вы готовы? Готов ли ты, например, вступиться за такие русскоязычные семьи, которые получают там неоправданный отказ? Да, я несколько раз в эфирах, на самом деле, говорил, что если такой отказ есть, то обращайтесь в департамент образования. Я сам лично, на самом деле, вместе с коллегами за этим моментом смотрю, потому что это очень заряженный момент, действительно очень эмоциональный, и мы обязаны предоставить это место в городе Таллина. Уже такие весточки тебе направляли? Было, но это было больше связано с тем, что вот по прописке, то есть если прописка действительно дальше вот этой эстонской школы, чем, так сказать, школа перехода, то мы по уставу приема в первый класс города Таллина, ну, все-таки так и так и есть, и мы из-за вот этой дальности от дома не можем, допустим, предоставить это место. Это очень важный момент, потому что, учитывая, что Конституция Эстонии говорит, что каждый имеет право на эстоноязычное образование, то, конечно, если здесь будет такой сбой на уровне школ, которые якобы не хотят там, не знаю, каких-то языковых проблем, тогда это может еще и дискредитировать, в принципе, эту реформу. В конце нашего разговора немножечко переключим тему. Все-таки таллиннская политика и, собственно, позиция партии, в которую ты входишь, ЭСИ-200 в этой таллиннской политике, тоже представляет интерес. Во-первых, каким-то образом ли подрывает деятельность партии ЭСИ-200 в городе или позиции в конкурентной борьбе, в том числе внутри городской власти, тот факт, что партия ЭСИ-200 теперь уже стабильно ниже 5% в рейтингах партии? В городе никакой подрыва не ощущаю в этом плане. Мы знаем, что до следующих выборов у нас сколько? 14 месяцев. В 25-м году, в октябре, будет новая мэрия у города Таллина. Кто будет входить в эту новую мэрию, посмотрим на выборах и так далее. Но в контексте того, мешает ли это мне работать, лично, конечно, не мешает. Мы делаем то, что и партия, и законы, и так далее предусматривает, и мы, собственно, занимаемся этим. По поводу того, что создало ли это напряжение внутри партии, вот рейтинг стабильно ниже 5%, я скажу, конечно, создало. Если мы полтора года назад на парламентских выборах получили 14 мандатов в парламенте, очень сильный мандат от населения, и потом целый ряд либо внутриполитических вопросов, либо в коалиции, либо избиратель ждал чего-то иного, чем экономического кризиса и поднятия налогов от новой политической силы. Ну и не только, конечно, другие неприятные вещи, которые с нашей стороны подходили. Ну и поэтому запрос внутри партии к переменам тоже присутствует. Но перемены довольно-таки необычные. И насколько я понимаю, ты находишься сейчас не в так называемой внутренней фракции Кристины Калос, а ты поддержал другого кандидата в председателе партии, Генрика Терраса. То есть ты веришь, что Кристина Калос, насколько я понимаю из этого, что ты веришь, что именно молодой и, может быть, не такой опытный Террас будет лучше, чем опытный политик теперь уже министр образования Калоса? Ну, начнем с того, что я расцениваю шансы обоих кандидатов примерно равными. Насколько мы сейчас общаемся с членами партии, партия небольшая, мы все-таки общаемся регулярно с большим числом членов. Но вот, во-вторых, действительно у каждого есть свои сильные стороны. Кристина очень сильный руководитель, с докторской степенью, уважаемый и очень конкретно стоит за образовательной реформой и не только. И это на самом деле дает очень сильную, наверное... Но ты ее не поддержал? Да, потому что, на самом деле, если бы не был выбор Кристины и еще кто-то, я не исключаю, что я поддержал бы точно Кристину с самого начала и так далее. Но разница в том, что Кристина предлагает вернуться к истокам партии, к тому, что вот наши самые первые предложения еще с 2018 года, долгосрочный план и так далее, то нужно обновить, вернуться и вернуть веру людей в то, что есть. Ну и Хенрик представляет более такой новый взгляд, что более либерально, более прогрессивно, нужно обновить и программу, и, возможно, какие-то предложения неактуальны в контексте нынешнего времени. И, ну, я как человек молодой, прогрессивный, и мне эти социально-либеральные цели и идеи на самом деле очень приветствуются. или я очень поддерживаю их, то поэтому я сейчас на данный момент решил поддержать Терреса. Но я расцениваю, что, в принципе, шансы равны примерно. Ну, чуть-чуть больше, может быть, даже у Кристины. Вот ввиду того, что у нас очень ценятся, конечно, опыт и, там, докторские степени, и, там, опыт руководства, то, что на 4 года партии все-таки руководила. Но в то же время я не вижу больших проблем, кто угодно станет председателем. Я больше смотрю на то, каков будет состав правления партии. Там очень видные фигуры не выдвигаются вообще в правление. Из тех, кто уже был в правлении, только, насколько я помню, 3 или 4 человека, я один из них, кто хочет продолжить в правлении партии. И, собственно, того, какой состав там будет, это и команда председателя, который, будь то Террес или Кристина, будет решать направление партии. Конечно, наверное, странно у тебя спрашивать, веришь ли ты, что партия выживет после следующих местных выборов. Наверное, было бы странно, если ты ответил бы, что нет, учитывая твою позицию и должность. Но все-таки, как ты думаешь, есть ли вероятность того, что на местных выборах партия не сможет в Таллине получить мандат? Я думаю, что сейчас я не хочу прогнозировать вообще. Я хочу дождаться общего собрания, нового председателя, нового правления. И, собственно, у нас и от реформы перехода на истонноязычное образование, и я думаю, что наши переговоры с учителями и в Таллине, и на государственном уровне по образовательному договору или коллективному договору и другие реформы, которые мы анонсировали, и они занимают время, я думаю, что от их достижения или недостижения наша популярность тоже изменится. Я думаю, ниже она, не знаю, может ли пойти или нет, но надеемся, что выше может. И вот чуть-чуть поближе к выборам я бы уже ответил, что прогнозирую ли я результат или нет. Но наша цель, конечно, в Таллине-Тарту, в Пермавильянде. Ну, посмотрим, какие возможности есть в Идавиромо и в Нарве, где у нас тоже есть, конечно, активные деятели. И в таких больших самоуправлениях результат как бы показывать надо. У нас как бы команда все-таки есть, бюджет есть, все возможности есть. Помимо того, что вот народ сейчас утратил доверие и наша популярность подорвана из-за этого. Большое спасибо за этот разговор, дорогие друзья. И вам большое спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи.